Михаил, давайте начнем с того, какова судьба того проекта, который вызвал такой большой резонанс в саратовском обществе, в интернет-сообществе. Я имею ввиду строительство 25-этажного дома в центре Сарата. Наверное, прежде чем говорить о судьбе этого проекта, судьба его, к сожалению, теперь уже печальная. Начать хотелось бы все-таки с его историей, потому что мы сейчас находимся именно рядом с этим участком. Сейчас это участок, пустырь, готовый под дальнейшую застройку. А изначально это был один из районов частной застройки, очень даже плотной частной застройки, который в конце 2015 года мы рассматривали и стали разрабатывать под перспективное расселение, застройку многоэтажным квартирным домом. И на тот период, когда этот проект планировался, разрабатывался и просчитывался, территория, на которой мы находимся, для специалистов, кто погружается в тему строительства, застройки Саратова, это и, в принципе, весь квартал, в котором мы сейчас находимся, это была перспективная многоэтажная застройка. То есть по проектам это зона G1-1, так называемая. То есть по генплану это тоже была перспективная многоэтажная застройка. Первоначально этажность мы конкретную не определяли, она уже как бы родилась в ходе реализации процесса данного проекта, потому что это было связано, ну, скажем, с очень большими капиталовложениями в первоначальное само приобретение земли. Потому что здесь расселение проходило нескольких домов, очень густонаселенных, это были даже, скорее, коммунальные дома. Там было очень много совладельцев, приходилось вести очень долгие, очень много переговоров. Это было именно все в частном порядке, здесь не участвовали никакие ни государственные, ни муниципальные программы. Это именно, грубо говоря, рынок. Выкуп у нас происходил, ну, можно сказать, один из самых дорогих в городе. Когда этот участок еще только осваивался, в принципе, не было такого понятия, как историческая зона. Ни первой, ни второй, ни третьей подзоны не было. Потом в процессе реализации это уже появилось, но исторические подзоны, в частности, в которых сейчас мы находимся, она ограничивалась улицей Челюскинцев. То есть изначально никогда этот участок не входил ни в исторические, ни в охранные зоны. Он был именно зоной перспективной многоэтажной застройки. Именно с этой целью этот участок и разрабатывался. Ну, так все-таки давайте вернемся к моему первому вопросу. Вот судьба того самого проекта, что сейчас с ним? Заявление о согласовании тех параметров, да, оно отозвано. Сам проект, он пересматривается. Проект по строительству на этом участке, он остается, но сильно корректируется, потому что забросить пустырь в центре города, и уже столько усилий, столько средств в него вложено, что просто так его бросить, естественно, нельзя. Поэтому, опять же, с учетом этого, нам и нужно думать о реализации этого проекта. А сейчас все на каком этапе? Сейчас на этапе подачи нового заявления. То есть параметры дома были пересчитаны. К сожалению, те параметры, которые у нас законодательством установлены, они настолько минимальны, что в них мы не входим для того, чтобы этот проект хотя бы какую-то рентабельность имел. И поэтому мы, опять же, просим о поступлении от предельных параметров, но они уже гораздо небольшие по сравнению с теми, которые изначально просились. То есть это будет не 25, а сколько примерно? Ну, это будет порядка 10 этажей. А, Михаил, если говорить о новом проекте, насколько он впишется в архитектуру этого микрорайона? Я думаю, что в архитектуру района он впишется прекрасно, потому что, как мы видим, вокруг нас находятся 9-этажки, в основном 9-этажные здания, в основном это постройка советского периода, есть там редкие образцы более новых домов. Наш дом не будет выбиваться из общей, скажем так, высотности, но будет значительно отличаться тем, что он будет, естественно, уже современный, в современном стиле, с использованием всех современных технологий, как по благоустройству. То есть даже дороги, на которой мы сейчас стоим, это уже все будет заасфальтированная проезжая часть тротуарами, вокруг дома будет озеленение, будет предусмотрена площадка детская, также будет внутри дворовая территория благоустроена с озеленением. И, как самый животрепещущий вопрос, о котором много говорят, этот дом уже будет иметь свои встроенные парковки подземные. И этот вопрос с размещением транспорта жильцов этого дома также будет решаться. Ну и последний вопрос у меня. Вы несколько раз упомянули слово застройщик. Есть какая-то конкретная компания, которая займется реализацией этого проекта? Ну и по срокам, насколько быстро этот дом можно построить? Да, конечно. На наши конкретно плечи легла часть реализации проекта по подготовке стройплощадки и оформительские вопросы. А по реализации самого строительства у нас есть договоренности с компанией Лестер. Это один из крупнейших игроков на строительном рынке нашего города. И если они возьмутся за реализацию, они уже есть с ними договоренности о строительстве, то в кратчайшие строки они смогут построить, потому что у них достаточно мощная организация, способная такие проекты возводить. Не буду время называть, но очень быстро они строят и качественно.